Очень ароматный и полезный домашний хлеб, приготовленный из цельных зорин овса, а в результате добавления в тесто овсяной мюки и грубого помола хлеб приобретает приятный цвет и слегка рыхлую структуру. Хлеб из овса не обладает такой же воздушностью и мягкостью, как пшеничный, но тем не менее, его обязательно стоит попробовать, ведь он получается невероятно вкусным, упругим, слегка рассыпчатым и очень полезным. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте все необходимые продукты для приготовления хлеба из овса. Воду доведите до кипения и залейте ею зерна, оставьте их для набухания и размягчения на 10-15 минут. При помощи блендера тщательно измельчите размягченный овес вместе с водой, в результате должна получиться однородная кашеобразная масса. Добавьте сахар и сухие дрожжи в подготовленную овсяную массу, убедившись, что она имеет невысокую температуру, должна быть приятно теплой. Ставим лайк и подписываемся. Оставьте овсяную массу с дрожжами на 5-7 минут до появления пенной шапочки. Добавьте в будущее тесто соли просеянную овсяную муку, перемешайте ложкой. Частями введите в тесто просеянную пшеничную муку и замесите в мягкое тесто. Готовое тесто для хлеба из овса получается пластичным, слегка тяжеловатым, оставьте его в теплом месте под полотенцем на 25-35 минут. Тесто хорошо поднимется, а на его поверхности появятся небольшие трещинки. Обомните подошедшее тесто и сформируйте из него хлеб произвольной формы, разместите изделие на противне, застеленном пергаментом или специальным ковриком. Поместите хлеб из овса в неразогретую духовку и установите температуру 180 градусов, выпекайте его в течение 40-50 минут до золотистого цвета и легкого растрескивания поверхности. Дайте готовой выпечке остыть, после чего наслаждайтесь вкусным и полезным домашним хлебом. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Вода – 200 мл. Зерна овса – 50 г. Мюка овсяная – 50 г. Мюка пшеничная – 80-100 г. Дрожжи сухие – 7-10 г. Сахарный песок – 1 чайная ложка. Соль поваренная – 1 чайная ложка. Количество порций – 4-5. Не пропустите самые вкусные. Подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. До встречи! До встречи! До встречи! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok